Так выглядят заправки будущего. Вместо бензина электричество, вместо баков батареи. Процесс больше напоминает стыковку космического корабля. Заряд практически полностью автоматизирован. Задача водителя подать машину под зарядный купол. Конструкция зарядного купола и зарядного устройства допускает некоторое смещение. Первые тестовые электробусы сегодня вышли по маршруту 73-го троллейбуса от ВДНХ до Биберева. По Академика Королёва, через Ботаническую, дальше по Алтуфьевскому шоссе по ЧТАМКАД. Мне очень нравится. Самое главное, что это экология. Если сравнивать с троллейбусом, там, конечно, чувствуется какое-то небольшое дребезжение. А тут можно сравнить, как ездишь на собственной машине. Очень комфортно, приятно. Несколько лет назад стало ясно, троллейбус слишком неповоротливый для огромного мегаполиса. Им стали искать замену. Транспортная эволюция Москвы прямо под открытым небом. Здесь легендарный ЗИС-8. Они ходили еще до войны. И ЛИА-677, которые в народе прозвали луноходами. И вот оно, будущее. Современный и технологичный электробус. Сначала тестировали иностранные модели. Но в итоге решили закупать отечественные. Сейчас электробусы собирают в Башкирии и Подмосковье. Электробус не выбрасывает ничего в окружающую среду. Абсолютно чистая машина. Нолевой выхлоп из системы термостатирования батареи, которая позволяет практически не зависеть от температуры окружающей среды. Производители обещают, даже в самые сильные морозы электробусы выйдут в рейс. Как только температура воздуха опустится ниже нуля, запустится дизельный генератор. Он отвечает за обогрев салона. В электробусе двухконтурный климат системы. Регулировка производится отдельно на салон можно, так же, как и в кабине. Полной батареи по расчетам производителей хватит на 40-70 километров пути. Подзарядка на конечных остановках займет не больше 10 минут. А значит, электробусы смогут курсировать почти без перерыва. Совсем скоро на московских улицах появится 100 таких машин. Уже разработаны 6 маршрутов. До конца сентября проезд на электробусе бесплатный.